всем привет я сегодня в гостях олега двуличенского или я гостях у него это не важно это же как-то это посмотреть снимаем мы у олега выйдет все это у нас на канале таким образом мы друг у друга в гостях а поговорим мы сегодня наверное об одной из боюсь этого слова об одной из самых животрепещущих тем в мировой археологии тому что продолжаются раскопки в узбекистане в крепости узундара олег его великолепная супруга негора уже 10 лет 5 11 11 11 лет поднимаются на уникальный памятник который дает из года в год не разочаровывая уникальные же археологические находки причем не просто находки какие-то знаете пошли с металлоискателем достали там шлем короля небелунгов его шлем короля небелунгов нет это комплексные находки которые находятся в закрытом же археологическом памятнике которые весьма показательны в смысле своих контекстов хорошо датируем и и хорошо определяем в смысле этнической их принадлежности и вот это все в комплексе дает совершенно сумасшедший результат мы получается пять лет назад записывали большой ролик по этому поводу но с тех пор прошло пять лет вот что у нас нового в мировой археологии то у вас на узбеке происходит ну для начала должен сказать что так как мы очень смешно записывали ролик и говорили о том что наконец-таки нам начальница которая сидит за кадром разрешила выйти в город мы таки в него вышли и сейчас тогда нужно опять чтобы мы не получили несколько десятков может быть и сотен вполне оправданных вопросов для людей которые первый раз вообще слышат слово узундара и наших роликов не смотрели не знают какой город можно выйти просто перевести на русский язык хорошо давайте нарисуем просто сто лет шли разговоры о том где же проходит граница бактрии опять же такой реминистенция а что такое бактрии а так еще что лет назад никто и не знал что она такая есть это бактрия все знали что такое слово имеется а найти ее физически вообще никак не могли даже возникло такое понятие как бактерийский мираж в источниках это бактрия есть в письменных а археологически ее нет следовательно мы имеем на сегодняшний день археологически документированный материал в огромном количестве должен сказать что только находок у нас нумизматического материала больше чем британском нумизматическом кабинете именно восточно-элистических монет на а ты имеешь ввиду британский национальный музей он так и называется британский нумизматический кабинет может быть британском музее да надо сказать что мы получили неожиданные результаты кто не видел результаты у того же яковлева и у того же клима жукова смотрите ролики может быть ты подвесишь чтобы всем было понятно потому что если пять лет назад я снимался у жукова то прошлом году я снимался у егора я так случилось и чтобы не повторяться я скажу следующее у нас полностью раскопано цитадей город это граница узбекистана современного и туркменистана недалеко от города термес это да это недалеко ну как 90 километров по горной системе мы выяснили колоссальную систему обороны и на сегодняшний день мы проследили на километров примерно 20 то что мы называем на сегодняшний день великой бактрийская стена она конечно не похожа на китайскую великую стену хотя есть подозрение что китайские путешественники подсмотрели саму идею и у греко-бактрийцы вот который приехали вы все это увидели вот но тем не менее по горной системе у нас проложена не сама стена а система и укрепрайонов система сигнальных башен система стен техи как говорили в древней греции которые перекрывали значительные промежутки возможного прохода комного или на ослах всадника вот ну пеших всадников никто не рассматривал потому что все таки из оренбурга или из марканда или из бухары и ехать или идти пешком голодной степи зарской степи опять же много терминологии появляется ну возьмите карту посмотрите на карту если что фактически бактрия отделена от остальной части современного узбекистана это южная часть узбекистана это часть которая фактически перекрывается горами кугетангом и саром вот и по этим горам у нас проходят остатки крепостных сооружений не только не не просто там 18 века китайская великая стена потому что то что вы фиксируете на фотографиях это довольно позднее сооружение а если вы обратитесь к эпохе цинши хуанди в китае то это сердцовые стены которые по большому счету очень напоминают наши каменные стены отрезки стен которые перекрывали возможность спуститься там где обрыв обвал там где ни один человек не пройдет даже пешим конечно все это не перекрывалось перекрывались только как говорили во вторую мировую войну танкоопасные направления то есть там где действительно может проехать определенный контингент вооруженных голодных злых людей точевых людей которые могут ворваться в оазисы на три линии обороны бактрии у клима александровича жукова я докладывал статья уже опубликовано можете посмотреть вот и вот мы продолжаем изучать эту первую линию обороны внешнюю самую первую самую первую что из себя представляет крепостью зундара она довольно большая она перекрывает самый удобный участок для спуска вот другие участки перекрывает дарбанская стена она более 1 и 2 километра длиной вот внутри уже оазиса мы фиксируем укрепрайоны по три километра длиной каждая стена внутри стоит городище мы все это уже изучили раскоп не мы не раскопали мы заложили разведывательные шурфы и в нижних слоях мы получили тот же самый материал что на крепости у зундара то есть у нас уже сейчас и мы эту картину вам покажем получилась колоссальная картина на двадцати километрах воронительных сооружений а что из себя представляет как я уже только что сказал крепостью зундара это погран застава но кто разбирается в пограничной терминологии должен быть и погранотряд чем отличается погранотряд от пограно застава пограно застава это то что вынесено на передний край и которая поддерживает определенный контингент вооруженных людей которые высылаются секреты как говорили в девятнадцатом веке или в дозоры как говорили двадцатом веке на определенные башни на определенные отрезки стен для того чтобы там вести наблюдение на всякий случай всякий случай может произойти произойти раз в десять лет но каждый день высылались люди почему я так уверенно об этом говорю потому что мы фиксируем только на крепостью и не только на крепостью а на этих отрезках в башнях и на других участках потрясающее скопление фляг фляга или фляжка кто не знает что такое армейская фляжка фляжка с водой зундара находится на горе сузистак в переводе с узбекского это безводная гора как странно чтобы нет воды вот поэтому отправлялись люди в походы я сейчас даже не про оружие говорю не про военный аспект который мы изучали двадцать третьем году я говорю о восстановлении всей картины фляжки у нас есть вполне себе армейские фляжки вот такого размера есть огромный вьючные фляжки но там литров на двадцать но не давать 15 а вот это для вьючных животных для того чтобы довести в обводу по всей средней азии за исключением может быть там хорезма это там не сейчас каракалпаки приближье так сказать аральского моря это впадение амударьи значит само аральское море такого количества фляг на территории бакты не найдено думаю только с одного нашего памятников фляг больше чем со всей территории современной бакты это значит переводе на русский что там был большой контингент людей которые вынуждены были далеко ходить и брать с собой носимый запас воды ну иначе не выжить как минимум помимо того что должен быть вооружен должен еще пить а еще и да разумеется поэтому для нас очевидно такое скопление фляг фляжек и сейчас выходит большая работа на эту тему посвященная и фляжкам и флягам их типологии их разнообразию и хронологическому различию но факт заключается в том что у нас фиксируется даже не в виде оружия это оружие у нас битком забита а в виде элементарного снабжения людей для того чтобы часть из точки а до точки б ну по горам полтора два четыре километра через ущелье дошел стал на пост потом его сменит другой караул он вернулся обратно на у подножья горы сузистак безводный так называемый находится укрепрайон более двухсот гектар ограничены крепостными стенами эти крепостные стены мы скрыли они сохранились извините на 12 камня но они фиксируются высоту высоту ну то есть представьте один камень 2 к почему они так сохранились ну во первых прошли века во вторых местное население очень уважает обработанные камни тоже готовый материал можно сделать построить что-нибудь и они этим занимаются они просто разбирают эти стены вот тем не менее если вы пришли бы на это место вы бы своими глазами увидели линию камней и строчку этих камней более того если вы взяли бы лопату и заложили бы ну зондажи и шурфы вокруг этих стен вы бы увидели кладку то есть мы убеждены что эти стены да более того там встречается керамика нашего времени нашего это значит третьего второго века до нашей эры это не какой-нибудь поздний ислам это не какие-нибудь там я не знаю тимуриды или там чингисхан это не ранее не ранее ислам это наше время наша кладка наша технология все повторяется это единый замысел то есть по горам проходит цепочка укреп сооружений для того чтобы нигде противник не в ущелье не там где можно спуститься с горы не мог пройти не столкнувшись с военным сопротивлением с другой стороны он натыкается на самом ответственном участке на колоссальную стену это дарбанская стена 1231 230 метров длиной перекрывающая все ущелье а там где наиболее удобно стоит наш программ заставы а в долине в долине стоит укрепрайон как я уже сказал более двухсот гектар обнесенные стенами весь их там кто не понимает это разберется дневекового новгорода да 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 240 гектаров город был цель на 14 веке вот примерно такого размера там укрепрайон и он обнесет с двух сторон крепостными стенами а внутри стоит погран отряд то есть фактически контакт между погран заставой но это примерно 8 километров то есть 8 километров по долине и в гору там примерно там полтора два километра мы имеем сложную систему фортификации задуманную разумеется не варварами а а это то что называется имперское мышление все следы империи селевкидов да это все империи скажем так селевка и соправления с ним его сына антиоха собственно он был отправлен и монеты найденные соправления у нас в этом году в прошлом году есть или позапрошлом сейчас не помню вот это уникальный всего три на планете земля 2 происходит язык аукционов стоит бешеных денег а у нас из слоя прямо из нижней части башни самый главный мне что не пожалуйста монета антиоха это монетка монета соправления сина к его отца и антиоха когда он его отправил в этом ее уникальность потому что зафиксировать вот такой короткий эпизод когда еще селев правят где-нибудь в вавилоне а сына своего отправляет среднюю азию и они чеканят совместную монету это настолько с нумизматической точки зрения уникум но это извините как я не знаю найти вот так сказал там шлем нашли какой-нибудь грабители а у нас в слоях кроме того в слоях найдены и наконечник костяной ксифоса меча нужен да можно меча вот поэтому то что называется бутеррой по-французски вот и очень важный момент что мы еще два года назад начали копать эту башню вот в прошлом году мы ее полностью раз к позапрошлом году мы полностью раскопали а в этом году мы начали копать прилегающие стены к самой башне это уже еще раз повторяю цитадель это отдельно отстоящий от всего города ну то есть то что мы сейчас формально называем городом ну там где жили основные пехотинцы пограничники грубо говоря пограничники в цитадель и скорее всего жил офицерский состав потому что у нас там и каменный скальный комплекс для сохранения воды и по всей видимости была казна крепости она сама по себе сама крепость представляла интерес потому что одно дело прорваться в долину и собрать там тысячу там я не знаю баранов даже вряд ли а вот дынь каких-нибудь ну может и баранов вот хотя как и гнать потом потому что все-таки система обороны довольно развита половина здесь едино это возможно на стороне не доедем до дома а женам ничего нет а вот серебро которое которым платили а вы знаете может вы не знаете а я вам скажу в унистическом мире каждому наемнику или воину который служил в унистическом государстве в средний день платили драхму серебра день вы представляете себе что в среднем мы оцениваем количество защитников крепости узундара в несколько сотен человек это в день несколько сотен драхм драхма это небольшая серебряная серебро это серебро настоящее серебро чеканенное по лучшим стандартам министического мира вот ну весит она помимо там три четыре грамма но все равно это серебро вот представьте себе что платить в день гарнизону 300 400 человек 300 400 драхм день а запас нужен не на день это как минимум условно говоря недели две потому что столица всего этого все эти агломерации пограничной находилась как минимум 150 километрах от этого места или сами понимаете наемники воины кто интересуется прочтите работы маринович а наемников в эллинистическом мире там все расписано когда беднели эллинистические государства могли платить два обола в день это конечно чуть поменьше но это две трети два обола в день сама по себе цитадель представляла для тех кто мог штурмовать пограничную линию лакомый кусочек одно дело баран и чтобы вы поняли там цена там что можно купить было да на халк медная монета довольно курили дихо ну одну-две курицы а на драхму можно было купить уже побольше что говорили козы в смысле козы или барана маленького в день то есть это серьезные деньги то есть одно дело гнать баранов через триста четыреста километров другое дело бешок серебро оболочи то есть сама по себе крепость и цитадель представляла интерес ай те кто приходили сюда это были ушные ребята они за несколько десятилетий до этого снесли целую парфию но это современную туркмению снесли к чертовой матери потому что они полностью вытеснили селевкидов с территории от каспия дом ударе кто не понимает географию а это проблема для современного поколения просто загуглите где каспийское море где мудро и от астрахани до аральского моря не от астрахани это скорее от ашхаббат даже не ашхаббата пошла южная часть все таки южный астрахани на севере а мы говорим о южной части вот они снесли всю эту территорию и вверглись современный иран кстати какой удар они носили этот удар выдерживала наша пограничная линия почему мы так уверены потому что за прошедшие два года мы вскрыли но только у меня порядка там 30 метров стен с одной стороны примыкающих башни и порядка 30 метров с другой стороны примыкающих башни чем вдумайтесь стены были 12 метров шириной с бойницами с двумя внутри стенами коридорами при этом внешний коридор имел подход к башне как у одной стены так у другой а внутренние коридоры были полностью изолированы от стыка с башней то есть даже если бы взяли башню то внутренние коридоры были абсолютно защищены противник просто в них не мог проникнуть и бой мог продолжаться это прямо какой-то средневековье такое прям красивое такое но что-то подобие города каркасон например вот там такой сложности укрепления на 13 а это все таки 3 ну или конец 4 начало 3 мы нашли во внешних стенах на отдельных отрезках которые мы вскрыли и бойницы стрельчатые знаете такие вот перпечо ну так камнем сложенные как стрела и идет продолжение вот вот воткнутые стены наконечники бронзовые но как нам повезло у подножия этих стен слое штурма и к боководы вы думали селевка то есть антиоха извините то есть от сына селевка у нас везде где есть штурм и бронзовые наконечники мы получаем нумизматический материал почему я не хочу об этом разве-то говорить потому что нас грабят в этом году кто-то приехал с глубинниками и раскопал нам половину башни не разобравшись ни вкладку ни в чем заложил целый раскоп с глубинником что он там надолбил я не знаю что они нашли я не знаю мы работаем археологическими методиками а эти варвары приезжают на гору заклад берут свои дорогие глубинники и давай продвинел какой-то металла и они на три метра вглубь барварство грабеж уничтожение исторической памяти да мы с этим живем все наши городище в этом году мы столкнулись со свежими грабительскими раскопками то есть мы столкнулись с обычными металлодетекторными ямками которые усеяли все наши городище мы уж как стараемся распылять алюминиевую проволоку чтобы им приятнее работы сделать чтобы немножко не так вагод на себя чувствовали да мы всяческий цветмет там фольгу распыляем по городищу ну просто знать как сеять или вот так ходим распыляем но тем не менее что ты их мы не знаем что они нашли возможно что-то очень важно потому что заложить такой раскоп внешней части нашей башни я вам прямо скажу это что-то их такое торгнуло чтобы заложить именно раскоп он конечно не раскоп это какая дыра такая полукруглая но они реально долбили нашу башню внешне стены кстати обращаюсь и к местным жителям и к администрации руководству узбекистана обратите да я знаю что вы сделали музей заповедник я знаю что вы охрану там выставили я все это знаю и вы молодцы спасибо что вы услышали наши ролики в том числе и с климатом санчем жуковым это большая наша победа и вам спасибо за это хотя музей-заповедник был организован до прошлого года но в этом году это случилось посмотрим что будет в этом году когда мы поднимемся но за последние два года мы раскопали северо-восточную башню целиком более 130 квадратных метров площадь по периметру состоящий из двух помещений все проходы сохранились как в помпеях можно если раскопать ходить но мы собираемся бетонировать начали копать периметр и везде идут в веерные больницы то есть они как с танкоопасного направления готовить это была круговая абсолютная оборона они готовились ко всему дальше мы получили более 30 метров подходящих стен к северо-восточной башни с двумя как я уже сказал внутри стенами коридоры мы получили в верхних слоях этой башни о чем я уже рассказывал уникальная историю связанную со штурмом этой башни потому что перед ней у нас есть поле сражения мы увидели прошли как у меня опыт изучать разные поля мы заложили поисковые планшеты потому что у нас пошли находки более 250 наконечников я уж не говорю про стрел я уж не говорю про дротики копья все они были это было вылазка или контр штурм я не знаю но мы все это получили мы получили и все они отличаются от времен то есть стены ставить в конце четвертого начало третьего века но основной враг пришел с тыла этот враг были юэджи мы убеждены почему потому что у нас есть детали их доспеха у нас есть три арбалетные болта что такое болт это арбалетный болт это стрела которым стреляли из арбалета в отличие от лука он короче массивнее тяжелее всегда ну скудать невозможно тем более что я понимаю что не китайскими пользовались именно китайскими бронзовыми их называют бронзовые арбалеты потому что спусковой механизм бронзовый а как они выглядят это массивные граненые бронзовые наконечники с маркировкой китайской на нем на каждой стороне трехгранного наконечника китайская маркировка основание у каждого арбалетного болта шестигранная а в него вставлена древко не деревянная а железная 22 миллиметра длиной ой сантиметра извините оговорился представляете что это такое то есть это никакие не сарматы это никакие не скифы это люди которые непосредственно имели боя соприкосновения с китайской империи хань ранних аль которые могли как-то получить это вундерваффе и принести после того как гумны нанесли колоссальный удар по племени юэджи они сместились сюда на среднюю азию шли они тремя путями юэджи это они же кушаны они же поздние кушаны кушаны это одно из племен юэджи они же собственно родственники скифа вот такой же индоиранский народ как как и скифа ну или там на народы все индоиранцы родственники поэтому даже мы хоть отчасти вот и вот мы получаем 3 арбалетных болтам в развалинах этой северо-восточной башни но ладно бы только они о чем я уже рассказывал в прошлых роликах единственный щит который доказывает нам о существовании тяжело вооруженной пехоты то есть гоплитов найденный от материковой греции до индии так называемый щит фирей это такие вот овальные щиты с колоссальным умбоном центральным вот мы нашли умбон от такого щита они прекрасно известны в кельском мире по погребению они прекрасно известны по изобразительным источником эллинистического мира но ни одной находки в эллинистическом мире таких деталей найдено не было найдено они были собственно на территории развалин северо-восточной башни крепостью зума вот так и рисуется картина когда-то я уже рассказывал так ему гумилёв придумал историю как воины краса сражались с китайскими арбалетчиками плененные воины краса после битвы при карах после битвы при карах но когда ты представляешь себе в конце второго века до нашей эры что эллинистические воины гоплиты защищают крепость контратакуют выходя за ее пределы и дают дротики стреляют стрелами атакуют копьями защищаются щитами а с той стороны какие-то пришлые люди за тысячу километров из границ внутренней монголии из синьцзя не атакуют их не только своими стрелами но еще и арбалетными арбалетами феерическая получается картина которая трудно пока уложить даже мне уже года два прошло я не могу до сих пор уложить эту картину в голове потому что это сенсация сенсация именно военно-археологическая мы получили присутствие империи хань то есть если вы думаете что только арбалетные болты нет и панцирная пластина именно классической паноплии империи хань найдено в этом же самом месте более того ближайшем городе от нас найдена монета ушу эпохи хань то есть все говорит о том что эта волна с тыла пришедшие через таджикские ущелья миновавшие так сказать все преграды вырвалась в нашу узбекскую сурхандаю то есть бактрию и нанесла удар с тыла до крепость была готова к обороне и свидетельство боя говорят о том что она была готова даже к тыловой обороне готовились вообще к армагеддону по всей видимости когда ее строили то что вы получили на сегодняшний день говорит нам об одном что мы имеем четкую стратеграфию первое крепость была возведена в соправление селевка антиох это конец 4 начала 3 века до нашей сразу вот буквально через 20 лет после смерти александра македонского второе она просуществовала 150 лет и выдерживала атаки других кочевников сарматоидных которые жили в районе оренбурга и кочевали аж до орала до бухары до самарканда ежегодно получился сармацкий взрыв который снес огромезную территорию в частности скифская культура в результате этого взрыва 3 века до нашей эры была снесена на территории всей восточной европы за исключением крыма они выскочили в приднестровье потом римлянам пришлось с ними разбираться будущее роксоланы и так далее троянны троянская колонна и так далее они навесли удар вплоть до алтая скифойные культуры до алтая были снесены на территории казахстана они снесли весь то что мы сейчас называем туркмений до туркменистаном это все территорию парфий выхватили центральную часть как сердце у селевкинской империи но бактрия выстояла 150 лет сдерживали атаки и выстояла и вот 150 лет она стояла те самые пограничники служили был отряд тяжело вооруженных воинов были легко вооруженные воины ходили на заставы выдерживали оборону простояла сменилась у вас селевкинская империя на греко-бактрийскую о чем уважаемый товарищ попов рассказывал вам артем антонич попов артема антонич попов рассказывал не только он и я а вот рассказывал об этом многочисленных выступлениях она выстрела честь и хвала 150 лет понимаете советский союз 70 а вот эта крепость 150 лет и вот когда нас на наступил тектонический другой сдвиг там далеко на востоке в районе где были хунну умны сумму называть их как хотите в районе где были империя хань вот та самая волна которая захватила иранские индоиранские народы из саков то есть восточных скифов и сарматоидные племена вот у нас захватила всю эту волну она и нанесла колоссальный удар уже по разлагающийся эллинистической греко-бактрии и крепость не выдержала она рухнула слоев присутствия кушан виде керамики виде материальной культуры у нас на крепости нет есть отдельные очаги где находятся какие-то странные монеты они присутствуют но культурного слоя материального обеспечения нет же они просто прошли до сквозь и все да они фактически снесли всю северную бак и те самые пять государств ушах гуиша как называли в китайских источниках освоили территорию от самарканда до по большому счету до балха фактически греко-бактрия как таковая сместилась в великую индию и от нее остались одни ошмелки вот поэтому вопрос кто же уничтожил греко-бактрию тоже снят за эти годы на территории крепости узумнора ну потому что трудно себе представить такое оружие у каких-нибудь извиняете восточноевропейских или заповели зауральских скифов или сарматов ну довольно зло не он был вариантов нету потому что есть маркерные вещи которые однозначно определяют ну если не точно это на 100 по крайней мере регион откуда все это пришло потому что вот если мы видим такие бивиталлические арбалетные болты это вряд ли каких это ханьская китайская империя или люди которые с ней непосредственно соприкасаются и могут купить украсть получить в подарок взять в качестве военного трофея вот такие вот арбалеты ну они только там и были больше нигде нет тем более пластинные мы картинку посмотрим это тоже типичная ханьская пластина их таких тоже больше нигде нет вообще это самая ранняя ламеллярная пластина на территории я уж не буду там забегать сильно на запад но это самая ранняя ламеллярная пластина да и на территории на пару по большому счету советского союза бывшего вот потому что ничего более раннего у нас нет вот есть нашивные есть чешуйчатые но в миллиарных таких нет и полной аналогии из внутренней монголии с и по империи хань так что полная аналогии этим пластинам я картинки то есть перед нами вот такая картина чего же мы добились в этом году вот уже возвращаемся в прошлом году мы проследить мы заложили много раскопов многие вопросы мы сняли но мы точно знаем что вся северная перепасная стена на протяжении нескольких сотен метров было трехчас мы заложили разведки траншеи чтобы просто отследить а такая везде или только при примыкая к северо-восточной башне мы отложили буквально несколько сотен метров от самой башни заложили разрез и получили ту же самую картину три стены и два внутри стены коридора то есть замысел везде один и тот же кроме того было у нас некое подозрение что на одной из площадок у нас какой-то странные напоминает что-то в виде храма вот и мы заложили раскоп он не на не настолько нагляден но там в скале вырубленная ровно такая же как сказать ледник вот этот колоссальный ледник правда без колон без ничего но шлифованный камень вырублены в скале для чего он там зачем что они задумали что они хотели может быть какое-то ответвление 2 цитадели пока мы не знаем но какого-то определенного укрепу зла мы не знаем но мы его раскопали на довольно большом расстоянии и на сегодняшний день мы можем говорить что это загадка потому что шлифованный камень представьте себе скалу которую вы не просто там рубите а вы ее как вот какие-нибудь там люди неолита шлифуете как металлическими орудиями и у вас получается такой колоссальный желоб куда он пойдет во что выявится что из этого будет мы пока не знаем кроме того загадка примыкание самой крепости к самой цитадели на сегодняшний день не раскрыто ворота мы еще не вскрыли вот в этом году мы будем вскрывать скорее всего ворота вашему покорному слуге предстоит это честь ну то есть загадок у нас много раскрылось мы много что понимаем по хронологии мы много чтобы не развязали много исторических узлов для историков средней азии вообще цивилизации древнего востока но крепостью зундара хранить столько загадок что мне кажется что это раукнется даже и материковой греции ну примерно так а что-то может алкнуться материковой греции ну хотя бы в виде предположения ну а почему у нас вдруг не с того из анатолийской греции присутствует чеканин и анатолийская греция понимает эта территория современной турции анталия алании и так далее да почему у нас из одного города ни с того ни с сего одинаковые монеты разбросанные по всей крепости посмертного чекана александра накидонского присутствуют в разных частях нашей крепости почему из одного города анатолийской греции землячество приехала вопрос интересно это это уже вопрос о легиане ну не а тех кто грубо говоря приходил служить вез с собой нумизматический материал то что называется потому что это вряд ли напоминает то чем платили это скорее то с чем приехали кто же был контингент это что были бактрийцы это были греко-македонцы которые служили или все-таки значительный контингент из анатолийской то есть из турции современной из анатолийской греции пришел сюда в качестве наемников со своим скарбом со своей нумизматикой я вам даже больше скажу расписные сосуды которые у нас на узундаре найдены не найдены вообще нигде вы на территории средней азии причем с характерными орнаментами которые по афинской агоре датируются там четвертым веком до нашей эры времена александра македонского найдены у нас в раскопках это называется стиль веслоб вам это ничего не скажет это виноградная лоза характерная с зубчатыми краями расписные сосуды ничего подобного в греции не было а вот на узандаре есть греции в смысле в греции в средней азии как раз в греции это было да именно оттуда этот материал причем причем очень важный момент материал самой керамики местной то есть это не привезли с собой по знакомым лекалам сделали это те кто думал что мне так нравится вот так должно быть но не можете вы сделать нормальные кувшины а я сделал а я хотя бы разрисую вот я правильно понимаю что у нас материалов местных все ясно а форма самого сосуда она насколько коррелирует материковой и греческой как работает мой начальник негорда двореченская она выделила целый комплекс вполне себе не узнаваемых вот чисто эллинистических форм я не керамолог не керамист я даже термины порой забываю керамисты страшные люди я боюсь я тоже вот но тем не менее формы керамической посуды которая вообще никак не могла ужиться здесь и ничего и здесь не появится я уж не верю там про ванны которые появились про всякие там пиксиды которые появились но это еще ладно еще мы укладывается как-то в голове ну пришли или на воде людям что такое пикси но это такая баночка для каждое мое слово сейчас выглядит сюрьмой глаза подкрасить или крем наложить воину которые бегали но как иначе как можно выйти на службу и на красную ну вот как-то так пиксида это глиняная или вырублен шлифованы из камня маленькая маленький сосуд который порой был на три части разделен знаете управится красненький желтенький черный берешь вот так вот и а иногда был просто одна форма там масла всякие благовония в общем люди здесь выходит служили таких тяжелых горах но думаю что были они вообще если посмотреть на людей которые живут в условиях похожих на те которых мы говорим например идешь по африканской саванни встречаешь масса я который там группу массаев воинов обязательно которые каким-то своим делам куда-то идут такое впечатление что часа три утром провел барбершопе хотя у него нет воды у него ближайшая вода от бомба километров за 15 у него нет мыло ничего нет но они настолько выглядят вот так это подтянут браво и придурковато и опрятно при этом там все волосы уложены волосок волоску я вообще не понимаю как этого достигается но это все таки вот это вот тянущая к древности воинская культура она вот вся такая что ты не можешь появиться даже не просто на людях под цветом солнца чтобы ты был некрасивый как это просто ну это же не солдаты полном смысле слова это еще воины у которых это корпоративная воинская честь она очень сильно завязана на погоды как карту исподни все должно быть прекрасно ну так вот я думаю что воины которых мы реконструировали бьются сейчас на две части первое это конечно легко вооруженные ребята которые как козлики по горам метались пильтасты пильтаст вторая часть была тяжелого вооруженный контингент у нас был это теперь точно известно ну чего делать таким щитам горах то если ради не ради службы то зачем вот тащить такую тяжесть и зачем вообще со шлемами тут со всякими мел типа мелос там типа пилос ну в общем короче были а вы же нашли это правда не в прошлом году раньше на счетчике 2 2 то есть но на счетчике я еще бы мог придумать себе что возможно пил то сносил на всякий случай себе некую касочку с на счетчиком нож щит типа ферей опровергает любые интерпретации ну это линейная тактика безусловно если что вдруг может быть кто-нибудь из вас был в городе ленинграде и посещал такой небезызвестный музей эрмитаж у нас там была серия выставок чуть более счастливые времена европа без границ и вот у нас была отличная выставка по бронзе и было отличная выставка по железному веку и там из разных мест и швейцарии из англии из италии из испании ну понятно из наших мест тоже куча всякого разного материала представлена в том числе много кельтского материала вот там эти щиты фереи были в более-менее сохранном состоянии но если просто вот вы их видели или может в каталоге посмотреть у кого-то есть это сейчас уже библиографическая редкость но тем не менее да в интернете можно в интернете можно скорее всего найти но если просто посмотришь на этот чек там никаких вопросов не возникает вообще даже если вы никогда в принципе не занимались военной истории военной археологии но просто у вас какое-то интуитивное соображение он большой и очень тяжелый если его в сборе со всеми деревянными кожаными металлическими деталями представить себе этот килограмм 7 чтобы он был представить как у него размера то есть это вот такая вот такая штука понимаете то есть это выпуклая собственно умбон и два листа от него отходящих крылья на поле чья тяжелая штука килограмм 7 весом то есть особенно в горах просто так это возникнет не может только для того чтобы обеспечивать ту самую тяжело вооруженную компоненту ну так вот мы получаем что как прошлых материалах клим александр сказал что это бесконечные патроны ну то есть зачем строить такие стены зачем строить такие крепости может быть потому что они выдержали 150 лет но если посмотреть на те материалы которые по топографии раскидывали собранительными рубежами там все понятно что это во первых было а очень богатое общество которое могло позволить себе не просто траты ресурсов все понятно ресурс там потрачены колоссальные а централизованные плановые траты ресурсов потому что сколько бы у вас не было денег если вы их расходуете как попало ничего похожего вам не построить я должен на эту тему рима 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 ручку сделать у нас одна из частая одна из частых надписей на керамике есть бронзовые и свинцовые так сказать фишки где нарисована буква б один из наших лингвистов долго изучал мы все думали ну из бактора идет поставка в новую зондару централизованная поставка помимо центр мы так думали помимо централизованной поставки мы нарисованы вскрыли торговую площадь где там мелкими с ноготочек а лептами платили за пучок зелень то есть нумизматическая система существовала как сейчас сейчас карточки а тогда вот как советском союзе копеечки расплачивались а до этого до наших работ считалось что на территории северной барты нумизматической вообще нумизматики не было был бартер до наших работ мы еще и это взорвали мы открыли северные границы мы представили кто это сделал мы нарисовали нумизматическую картину вообще вплоть до того до чекана сейчас каждой монеты у нас выстраивается хронология чекана в каждой монеты у нас есть концепция по каждому чекану в какой год этот чекан появился об этом нам говорят наши нумизматы а это уже очень важно кто занимается нумизматикой тот меня поймет вот это отдельная область куда я боюсь лезть потому что все таки я военный археолог и помощник своей начальнице вот я еще и не керамолог не керамист вот но очень важный еще момент это то что мы не просто нарисовали три линии обороны бактерий не просто мы представили кто они такие буквы б мы долго думали что это бак 3 столица вот из них приходит некий постоянное снабжение мы даже знаем через чего проходил это постоянное снабжение через городище комплекта по где негор давлят на вскрыла сухой док который собственно был сооружен как она считает самим александром македонским вот и он продолжал существовать но наш лингвист проведя довольно а с клинвистом я отношусь с большим сомнением но он считает что в переводах на эту местность именно на эту местность с древнеарабского с переводом который можно перевести на греческий наша крепость называлась словом барис что значит не копенганин просто мало ли вдруг интересно то есть даже можно предположить аутентичное название этого места если посмотреть на связь вот который т.п. я там был снимали мы там при много и у зундары одна местность фактически а во вторых то что я видел своими глазами то что я видел у вас материалах раскопок которые показывали публиковали они прям родственны во многом они просто идентичны вот да там очень похожая стена у конкурта паута реконструирована только на сердцовое а у нас каменная но все-таки компьютер по верхней слои кушанске да ну и стена собственно кушан естественно да а вот если бы нам узбекские коллеги дали копнуть цитадель компекты пара подумаю мы бы разобрались с самыми ранними слоями собственно селевтицкими даже александра македонского но нам не дают позитивной ночи я могу сказать еще еще раз я это постоянно представляю когда публикую по поводу зундары какие-то материалы моих уважаемых друзей у себя в социальных сетях уже в роликах это неоднократно упоминал что вот такого класса и масштаба раскопок в мире сейчас очень мало можно с помпеями помпеи это безусловно помпеи конечно это все-таки изменения росписи это это все-таки и это же помпеи это же центр один из центров сверх населеннейший империи это урбанистический памятник поэтому вполне очевидно там и материалов больше и площади больше и понятно что ее еще 200 лет копать не перекопать и помпеи геркулана устаби и все остальное а я говорю по значению а вот по значению по значению потому что огромный регион который вообще по-хорошему только с 50-60-х годов начали археологические видеть просто люди благодаря усилиям советских археологов во многом Сариониде Ротвиладзе там Пугаченко Пугаченко разумеется приложили руку и просто показали что нет бактерия есть никакой не мираж вот она присутствует но все равно это во многом было если не белое пятно то масса различного материала который повисал в воздухе не имея контекстной связи а вот теперь появляется общее понимание повторяюсь не просто большого а в самом деле очень большого сверх развитого региона который так-то на секундочку это одна из первых мировых цивилизаций вообще наряду с древним шумером наряду с древним египтом Микенской Грецией вполне очевидно древним Китаем вот это вот Моргьяно-Бактрийский археологический комплекс гигантский это вот одна из роднейших цивилизаций эпохи Бронзы каковая в конце концов привлекала туда людей привлекала ресурсы производила эти ресурсы и конечно мимо нее Александр Македонский никак не мог пройти должен сказать что старших сыновей как великие князья киевские и прочие потом и Владимирские отправляли на сиденье Бактрию в Новгород а вот Ахименицкие цари отправляли самых старших и самых ответственных своих сыновей с отрапками в Бактрию потому что Бактрия занимала второе место после Вавилона то есть после Рублевско-Арбатского фудовного округа самое богатое место ну что ж спасибо огромное спасибо продолжайте работать а мы будем за вами внимательно следить поможем чем сможем всегда и вы не забывайте всего доброго до сих пор